Приветствую вас и без предисловий начну отвечать на вопросы, которые вы задаете. Значит, первое, что нужно выяснить, это то, почему и чем обусловлено его такое вот желание увидеть скидки, увидеть акции, почему у него везде скидочные купоны и так далее. И, ага, вы знаете, вот от того, что он вам скажет, от того, что он вам ответит на, в общем-то, резонный вопрос о том, например, а почему у тебя такое количество скидок, почему у тебя такое количество купонов и так далее. И, собственно, ну просто это вопрос, который не несет себе ничего дурного. Ведь вы начинаете его узнавать, вы начинаете знакомиться с ним ближе. Это нормально, это естественно. Что он вам скажет? Сказать он может при всем уважении очень много. То есть, самые разные вещи. Это может быть, как и банальное стремление к экономии, к рационализированию средств. Это может быть и чисто немецкая педантичность, чисто немецкий расчет и так далее. Это может быть что-то еще, какой-нибудь страх и так далее опять-таки. Но важно и другое. Важно то, как вы сами отреагируете на его слова. Если вам понравится то, что он сказал, если вы проникнете с тем, что он вам ответит, это одно. Это значит, что вы удовлетворились, что вы привели его слова в некую гармонию с собой, сделали его позицию своей, частью своего опыта и, в общем-то, ассимилировались с ней. То есть, приняли ее, эту позицию. Если же нет, то вам такой человек попросту не подходит. То есть, ну вот, не подходит вам человек с такой организацией своих средств. Хорошо это, плохо ли, неважно на самом деле, потому что человеку вам не изменить. Это факт. Так достаточно объективно, что человек, вне зависимости от того, нравится вам это или не нравится, он не изменится. И вам остается лишь принимать то, что он делает, как он организовал свое отношение и поведение, или не принимать. И поэтому очень важно прислушиваться к своим собственным чувствам относительно этого. Потому что, то, о чем вы пишите, это чисто субъективное восприятие того, что является, ну, скажем так, в пределе нормального. То есть, действительно, молодой человек подходит к ситуациям довольно рационально из-за того, что вы описали. И скидочные купоны, и просмотры акций, это все, по сути, экономия средств. И экономия средств, если она разумная, не несет в себе ничего дурного. Если это именно нежелание платить лишнего. А вот если это уже откровенное урезание своих расходов, откровенное урезание расходов, например, вас. То есть, в общем-то, отсутствие подарков, презентов, внимания, оплаты, ну, в смысле, самостоятельной оплаты вам что-то. То есть, отсутствие классического мужского поведения по отношению к женщине, одно уже плохо. И мы здесь переходим, главное, ко второму аспекту вашей проблемы. Нужно смотреть не на то, что мужчина говорит. Потому что, объективно, очень много может быть слов, объективно, очень много может быть его, собственно, мыслей, его точек зрения, относительно того, почему он себя так ведет. Все это всего лишь слова, и не более того. Слова, они и есть слова. Мужчина судит не по словам, мужчина судит по поступкам. И если молодой человек, объективно, вы видите, что он свои интересы ставит выше ваших, то есть, ущерб именно вам идет от отношений с ним, тогда как себя мужчина ни в чем особо не ограничивается, да, то это звоночек. Это тревожный звоночек вам. Если вы видите, что мужчина ограничивает не только вас, но и себя, это тоже приводит звоночек вам. Потому что мужчина имеет право ограничивать себя, но не имеет права ограничивать вас. Потому что, простите, если он не хочет тратить, там, лишние средства на себя, это его выбор. Но другой человек совершенно не обязан с этим выбором мириться. Особенно если, ну, отношения ваши свободные, да, и, ну, просто там, это вам приятно. Особенно если у вас другие взгляды на средства. И если молодой человек вот этот момент не осознает, что вы имеете право на то, чтобы тратить больше, и что мужчина, если он любит вас, если он хочет быть с вами, если вы ему интересны, если вы ему дороги, он должен, он должен вас обеспечивать, должен вас содержать, содержать, должен дать вам подарки, должен за вами ухаживать, то есть пратить на вас что-то. Если он этого момента не осознает, и вы видите по его поведению, что это именно так, то, опять-таки, прислуживайте к своим ощущениям. Если эти ощущения говорят, что вам так не нравится, что вы понимаете, что дальше будет только хуже, что вы будете в ежевых рукавицах, и, в общем, восхитизме и строгости, и вам это не подходит, вас это не устраивает, вам это не нравится, тем более, что вы какое-то время будете зависеть от него, то есть нет ничего странного, что вы, мужчине, ну, опять-таки, где-то ваш выбор. Если вы чувствуете, что вам не нравится что-то, вы можете сделать как. То есть, если вы дать ему понять это, сказать, что вот, ты знаешь, у тебя такое отношение к негам, я боюсь, что ты будешь у меня во всем ограничен. Я боюсь, что, например, ты мне не будешь внимания уделять, ты будешь тратить на себя, и так далее. И в этом высказывании ничего плохого нет, на самом-то деле. А это высказывание, оно обусловлено тем, что вы видите, тем, что вы замечаете. Уверен, что и мужчина, в принципе, это понимает, что он ведь не прячется, а он на виду все это делает. И нет ничего плохого в том, что вы это выскажите, выскажите это сомнение. И опять-таки, по реакции мужчины, вы увидите, как он к этому относится. Если он вам не дровеет, то он отнесется с пониманием. Он вам объяснит, он вас успокоит. Если вы ему не очень дорогие, или он считает, что вы должны быть его и принимать его позиции, вообще он лучше вас, а вы хуже, то он будет вас обвинять. И еще как-то негативно к этому отнесется. Если это больная для него тема, для разговора, а такое тоже может быть, то, соответственно, будет агрессия. То есть, важно увидеть реакцию мужчины на все проблемные моменты. Потому что, по сути, если вы связываете свою жизнь с человеком, то, как бы, если вы планируете связать свою жизнь с человеком, то нужно знать о нем все. И как можно быстрее, как можно раньше. Чем раньше вы знаете, тем раньше сделать для себя выбор, тем меньше времени своего и его потерять. Это очень правильно. Дальше. Следующий выбор, следующий вариант решения, который вы можете предпринять, это ничего не говорить, а просто-напросто своим поведением от него отдалить. То есть, меньше проявлять к нему нервниче, меньше проявлять желание встречаться с ним и так далее. И если мужчина вам не дорожит, он задаст вопрос. Вот, дорогая, что случилось? Почему ты так сдалась ко мне холодна? Может быть, проблемы какие, может быть, тебе не нравится что-то? И вы тогда ему совершенно спокойно скажете о том, что вам не подручает. И если молодой человек опять-таки вам не дорожит, он проявит ту реакцию, которая вас устроит, которая вам понравится. Вы будете чувствовать себя удовлетворенным его объяснением, удовлетворенным его позицией и так далее. Но это лишь первичный момент. Вторичный, это чтобы поведение так же соответствовало его словам. И то, мужчина слова расходятся с делом, такому человеку доверять нельзя. И соответственно связывать свою жизнь с его тоже нельзя, к сожалению. То есть, важно посмотреть на то, насколько человек отвечает за свои слова, насколько он осознает ответственность за них. И вот в зависимости от этой информации уже и принимать решение. делать выбор. Но выбор делать нужно на основании ваших ощущений, ваших переживаний, ваших чувств. Если вы чувствуете, что вам не нравится что-то, вы чувствуете неуверенность, доверяйте этому. Не пытайтесь разумом осознать что-то. Не пытайтесь успокоить себя какими-то мыслями, например, что все изменится, может быть, не все так плохо, и так далее. Если уже сейчас такие проблемы, то если их оставить, если их принять, то дальше будет только хуже. А мужчина, он может вам сказать, а чего это вдруг ты сейчас об этом начинает говорить. Раньше принимала, раньше мирилась, раньше тебя устраивала, а сейчас вдруг начала говорить что-то. Все случилось. Может быть, ты меня уже не любишь, может быть, ты бросил со мной из расчета. Как мужчина может вам сказать, если вы оставите это на потом, если вы сейчас не будете выяснять, если вы сейчас не обозначите свою позицию и не обрисуете свои желания, приоритеты и ваше видение совместных отношений. потому что это важно, потому что это необходимо. Ему комфортно, его все устраивает, он может себе позволить жить так. Просто потому что это его выбор, но это не ваш выбор. Если мужчина к вами дорожит, то ваш выбор его тоже волнует. Вот и постарайтесь убедиться так ли это или нет и исходя из результата уже принимать решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.